Занятия по теме «Да созиждутся стены» Игнатий Лапкин Считается, что самая читаемая в мире книга – Библия. Более одного миллиарда христиан считают ее священной книгой, данной от Бога людям, как откровение Божьих мыслей и замыслов о роде человеческом. В Библии 77 книг. И в Библии самая читаемая книга не Евангелие, а Псалтирь. Ее читают дома, читают в церкви. И если говорить о самом-самом, то самый читаемый из 150 псалмов в Псалтире – Псалом 50-й. Ежедневно в утренней молитве и на каждом богослужении и не раз читается. Попытаемся дать хотя бы небольшое толкование этого псалма, как толкуют его святые отцы православной церкви. Псалом 50-й, 3-й стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконимой». Великая милость Божья заключается в том, что, сотворив человека, Бог не оставил его одиноким. Бог есть Творец и Зиждитель, Тот, Кто сохраняет сотворенное. Для ученых есть загадка, почему пружина мировых часов все по-прежнему тянет и тянет с той же точностью, ту же невидимую нам пружину времени. Когда Исаака Ньютона об этом спросили, то он ответил, что не нужно ждать другого открытия, чтобы получить правильный ответ на этот вопрос. Время от времени Бог, как великий часовщик, подводит пружину этой мировой механики. Он есть Зиждитель. И на земле поставил Бог хранителей в церкви пастырей. Ефрем Сирин растолковывает 50-й Псалом «Да созиждутся стены иерусалимские». Он говорит, что стены – это пастыри, призванные нас охранять, ограждать от нашествия волков. О стенах говорится чрезвычайно много. Когда бы из плена не возвращались израилетяне, они первым делом строили стены, даже и не храм, и не дома свои, не поля сразу засевать. Это все между главным делом – восстановлением стен. Ограждение – это главная и первостепенная задача. Об этом книге Ниеми и Ездаль повествуют. И как враги этому препятствовали, пытались кляузами убедить царя, что этот непокоривый народ едва только отстроит стены, то они откажутся платить дань. Ниеми 2.17 «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Ниеми 4.136.10.17 Когда услышал Сен-Навалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. А Товия, амонитянин, бывший подле него, сказал «Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. У народа доставало усердие работать, но иудеи сказали «Ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье». Ниеми 6.6 «Слух носится у народов, будто ты и иудеи задумали отпасть. Для чего и строишь стену и хочешь быть у них царем по тем же слухам?». Сейчас из космоса обнаружили, что китайская стена продолжается не четыре тысячи километров, а еще сотни километров дальше. Стена до двадцати и более метров высотой и шириной 11 метров, чтобы оградиться от нашествия на племенных. Применим это к сегодняшнему времени. Все возрожденные – это мы в церкви, живущие здесь. И что-то сделали, чтобы оградить себя? Практически ничего. У некоторых нет даже охраняющей собаки. Нет в деревне здесь никакой сигнализации. И сколько я ни говорю, ничего не делается. И не потому, что уж какая тут глубокая вера, но глубокая беспечность. И ничего не сделали для охранения своих душ. Точно такая же беспечность. Если завтра тут будет большинство из жителей неправославные, то вы какую веру будете исповедовать? Так же, как и большинство? Главный протест всегда у таких смутьянов один. Я ухожу в московскую патриархию. Если что-то в отношении порядка не нравится, какое у нас есть, всегда нужно смотреть на израильский народ. Главный протест всегда у таких смутьянов один. Я ухожу в московскую патриархию. Если что-то в отношении порядка не нравится, какое у нас есть, всегда нужно смотреть на израильский народ. Переходили ли они куда-то от того, что дал им Бог? И в мыслях этого не было. А если бы кто-то сказал, перейдем, то предать смерти, хотя бы это была лежащая на твоей груди. Рука твоя да будет первой. Второзаконие 13.6.11. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе, или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, и не жалей его, и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Узраиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Стена разрушена. Это наша вера в единого Бога и Иегову. И когда Господь наш рассказывает притчу о винограднике, то говорит, что построил башню и обнес оградой виноградник. Ограда – это как штакетины, отдельные заповеди. Этого нельзя и к тому не прикасайся. Песни Песней 2.15 Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Это проникают большие и малые грехи, когда нет страха Божия, когда без ограды живем. Пастыри – они сами по себе соблюдающие заповеди его, знающие догматику церкви. Посему пророк Малахия говорит, 2.7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. К кому же идти? Но если они не знают, что сказать о людях, в большинстве своем ничего не знают. И не только прихожане, но и священники. Когда ученики обращались ко Христу, научи нас Господи молиться, то он дал им образец молитвы «Отче наш». И когда в той молитве говорится «Избави нас от лукавого», это также означает «Дай хороших пастырей, которые научили бы, как избавляться от лукавого». Матфея 9.38 Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ежедневной молитвой мы должны докучать Богу. Господи, пошли нам достойных пастырей. Задумывались ли вы, что будет здесь, в этом месте, если не будет пастыря сегодняшнего? Кто попало сюда, не приедет. Мы не можем принять чужака из патриархии или не из своей среды. Пока никого нет. Молите, господина жатвы. Да созиждутся стены иерусалимские, если сегодня при малом количестве людей едва-едва сдерживается все. Есть еще дисциплина, ибо напирают на устав со всех сторон и по форме одежды, и чужие сюда едут, а их принимают, разрывают устав. Но все-таки пока еще соблюдается. Дисциплина и порядок пока под контролем. К нам подходят и говорят, а вот если вас не будет с батюшкой, что тогда? Все? Да ничего подобного. Господь воздвигнет другие стены. Без стен нельзя. Заканчивается Библия откровением Иоанна Богослова и описывается величина стены уже в раю. Конечно, надо понимать это не буквально, а образно, как и мытарство. Стены, которые там указаны, означают полное ограждение от проникновения чуждых. Откровение 22.15. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Если они туда не попадают, то и здесь их не должно быть, если мы строим христианское общество, деревню из верующих. Стоя здесь на молитве, не просто стоять, лишь бы дождаться конца и высказать Богу свои нужды хозяйственные. Но молите, Господи, на жатвы, да вышлет истинных делателей на жатву. В этом особенно нуждается сегодня православная церковь. Делателей практически нет. Есть дельцы. У меня позади уже 40 лет следования за Христом. Удачного или неудачного, но я все время сверял свою жизнь по Евангелию и по тому, что делается вокруг. Придавал этому всегда особое значение, встречался со многими сектами, течениями и проповедовал у них, и скажу, что самое плачевное состояние в православии держится, быть может, только за счет наших новомучеников. За то, что есть в догматах истина. Людей всюду определяют на какую-то должность по талантам. Если по-настоящему хотим, чтобы был хороший руководитель на заводе или где-то еще. Здесь же ничего не требуется. Достаточно, чтобы только у него отец был попом, дали бы тебе самую хорошую характеристику, семинарию закончил и дадут какой-то приход-доход. Деньги, деньги, деньги. Главное качество пастыря сегодня трусость и корысть. Корысть и трусость. И себя они стараются на место Христа поставить. Это и есть настоящая трагедия русской церкви. Трагедия не в режиме, который был недавно, а то, что стены были разрушены. Господь говорит, что видел проломы. Враг делает пролом и бросает туда отборные части. Штурмует осажденный город, чтобы захватить стены. Пролом, кирпиччики. Это каждый из нас. И нас сшивает сатана. Считается, что пастырь, такая есть книга Ермы, которому апостол Павел пишет привет. Он говорит о строительстве большом и как принесли разные камни и как они обтесываются. А некоторые не прилегают их и их отбрасывают с трещинами и темные и их откидывают в сторону. Но в конце строители снова к ним обращают взор и начинают их подтесывать, ровнять. Они просят подносить и эти камни. Это мы все. Мы отброшены этой жизнью очень далеко. В юности нас ничему не научили. В зрелые годы надо детей поднимать. Хозяйство и встать на ноги не могли найти путь истинный. А к старости приходим не отесанными, ничего не знающими, не заповедей, а одни трещины. Достаточно попасть в трещину влаги, и маленькое растение уже корешки пустит. А потому видим, что и на храмах растут и деревья, и на нас также чего только не нанесло. Стены разрушены. И когда читаем «Да воздвигнутся стены иерусалимские», нужно приложить к этому память, разум и сказать «Господи, вышли нам этих делателей на жатву». Один всемирный захватчик, зная, какие у него хорошие офицеры, а солдаты все-таки боязливые, сказал «Если бы мне русских солдат к моим офицерам, я бы весь мир положил к своим ногам». Это было сказано в эту Великую Отечественную войну. Стенами, кирпичиками были названы храбрые защитники своей родины. «Каждый из нас должен приложить это к себе». Стена нужна для ограждения. Мы же безразличны. С первого дня поставлено дело так, что каждый незримо наблюдает за ближним, помогает заботиться о нем. А ныне вижу, что нет человека в храме. Почему же его нет? Два-три дня нет, и никто не зайдет и не ищет. Господь спрашивает «Где брат твой?» Ответ «А что я, сторож разве брату моему?» Чьи же это слова? А он и не думал, что войдет в историю благодаря этим словам. У него даже признаков раскаяния нет. Но сразу же находим, что сказать в ответ. Почему я должен за ним смотреть? Да я сам грешник. Мне ли смотреть за кем-то? Мы же все незримо связаны, как кирпичики здания в стене. Ни один кирпичик не может сказать, что он не выполняет важной роли. Они сцеплены между собой цементом. А что у нас есть укрепляющая сила? Это вера в Бога, с чего мы и начинаем наше богослужение. Царю Небесный Утешитель Дух Истинный. Он нас скрепляет. И написано, Матфея 18,20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Люди же читают так. «Где двое или трое собрались, там и Господь между ними. Двое или трое собираются, когда выпить хотят. Не собрались, но собраны, то есть иной силой, силой Духа Святого. И не просто собраны, а во имя Христа, по заповеди, по Евангелию, в Духе Святом». Тогда эти кирпичики выкладываются в стену. И за нами пришедшее поколение будет уже с этой стеной, с этим уставом. Итак, сверяясь по самой читаемой книге, по самому читаемому псалму, хотя бы в конце ухватим основную мысль. «Господи, без пастырей нам смерть». Но какие пастыри, о чем они заботятся? «Корысть и трусость». Исайя 56, 11 «И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Пробиться выше, укрепиться в своей должности, выше взойти в звании. Дай таких, которые душу полагают свою заверенных им овец. Дай таких, которые входят дверью, а не воры и разбойники. Дверью, значит, точно по Писанию. Сектанты не могут сказать, что они дверью входят, ибо они вошли в мир по хотению еретика, и имя его носят. Лютеране от лютера мы ни на кого указать не можем, кроме Христа. Сегодня некоторые думают, что наше православие заключается в богослужении. Это грубейшая ошибка, страшная и губительная. Святые апостолы прославлены проповедью, благовестием во всем мире. А молились ли они? Конечно же. Есть краткая молитва. Господи, благослови. Господи, сохрани. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Есть моление, то есть продолжительное, совместное, храмовое, против которого восстают еретики. Нам это необходимо. Это как маленький ручеек. Он в песке затеряется, но если мы собрали 40 человек, 40 ручейков в один ручей, то они могут пробить пустыню Каракум. Для этого мы и собрались, чтобы едиными устами, согласно Слову Божию в воззваде Господу, да созиждутся стены Иерусалимские в Потеряевке. Тогда будут тебе угодны жертвы правды, возношения и всесожжения, и тогда возложат на алтарь твой тельцов. Прошу прочитать первую книгу Ездры и Неемии, как строились стены. Враг настолько был свирепый вокруг, что нельзя было даже выпустить оружие из рук. В одной руке держали инструмент, в другой копье, в одной ружье, в другой лопату, в одной руке все время зажженный фитиль к пушке. Ежесекундно грозила опасность из-за любого камня, куста. Неемия специально объехал ночью город посмотреть, что же здесь есть, и увидел разваленный ужаснулся, и просил слугу не говорить об этом. Если бы люди поняли, какая опасность, то сразу бы и разъехались. Получили бы в городе квартиру, и в другие деревни поехали бы, где детей можно в школу отдать. Я вам свидетельствую по опыту своей жизни, что потеряевка обречена. Существования у нее не будет, если останетесь вы в таком же духовно-плачевном состоянии. Если не будете, если молиться о пастырях. И еще более, нами недоволен архиерей, епископ. И он прав, что такая сила у нас, столько молодых ребят, братьев, и нет ни одной кандидатуры на священника. Есть люди, которые живут одни, но они желают знать истину, собираются молиться, а священника нет там. И он каждый раз говорит, но где ваши кандидаты? Чтецы есть, но это первая ступенька. Она явно пока еще не обязывает точно одному делу стоять с кадилом. И я скажу, что причина еще вот в чем. Наша община весьма необычная. Кроме тех 49 пунктов, которые я насчитал, все необычности в нашей общине, самое необычное то, что у нас здесь установлен авторитет Библии, что для православных вообще не свойственно. Как только приехал архиерей, так и спрашивают друг друга, богослужение будет сегодня? Приехал священник, засуетились, скорее лампады, свечи зажигать, половички расстелить. И это все. Мы-то сделали все для привета его, а если он проповеди не скажет, то и время его уйдет без прибытка. Второе Тимофею 4.2 «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Нам кажется, что пришел ты и начал сразу строиться». Пророки же так не учили. Иеремия 1.10 «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Разбрасывать не нужно, уничтожать и только потом насаждать. Не строиться на чужом основании, не служить с чуждым огнем». Левитам 16.1 «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем, при лице Господне умерли. Сначала нужно все завалены разобрать, как погубленную Варшаву, и тогда только будет восстание из пепла. Мы вернулись на попелище, на пепелище наших душ. И теперь вера во Христа наша основа. Строим стену от врагов. Стена Мандра. Архимандрит. Старший охранник над охраной. После иеромонаха, чин игуменский и архимандритский. Из них могут выдвинуть и на епископа. Архимандрит – это охранитель стены. Кто из вас что положил, чтобы были здесь стены? Необычность в невозможности строить стену здесь в том, что у нас тут не воспринимают, как православных христиан. Но как? Но как-то нас еще терпят. У нас Библия на первом месте, что в православии считается как преступление и полное недоверие к тем, кто Библию считает за основу основ. Мы ввели еще так называемое апостольское служение, на которое еще и не все ходят. Привыкли так, что поп отбарабанил, и там хоть век не святай, как у петуха. Мы с этим не можем согласиться, ибо видим пустующие храмы. А где много в храмах людей, то там безбожники и клубятся. И когда кончают семинарию, то запоминают, как служить, где и какую книгу читать, выходы, повороты, взмахи к адилам. Это может быть и необходимо, но уж никак не является главным. Но вот это возвели на первое место и погрузилась во тьму церковная жизнь. Всему остальному места уже и нет. Средства ушли на купола, колокола, на позолоту. Собирается сенот, и потом они публикуют, что они там делали, на что обратили особое внимание. Не стыдно им это сообщать народу. Как далеки они от апостольской миссии, и духа любви к людям и к Богу. И половина решений этих старцев о наградах. Детишки в клобучках разыгрались. Да какие же такие награды ученику Христову можно дать, если он пошел за Христом умереть? Смеха и анекдотов достойна эта возня с тряпочками. Сектанты, если это прочитают о наших архиереях, только посмеются над нами. Каждый архиерей ходатайствует о награждении палицей, наперстным крестом и украшением, правом ношения золотого креста, приставке к бывшему званию, прото, архи, прима, и служке, которые помогают епископу при служении. Они рот разевают и только глядят, как попасть в алтарь. А там они, когда одни, играют, щиплют друг друга, это растут циники, безбожники вырастают. А из них как раз и предполагается, что это будет будущая смена этим закоренелым молчунам. Вот такое гнилье пойдет в стены. Такой кирпич, который от первого уже дождя весь размокнет, потому что кирпич-сырец не обожжен. Так кого же они могут сохранить? Такая беспечность хуже, чем стены бы и не было вовсе. Если бы не было стены, то и оружие не выпускал бы из рук. А так понадеялся, а стена-то гнилая, ткни и развалится. Самое большое зло для церкви сегодня приносит из священнической среды. Не будем забывать, что все ереси произошли от священников, ягуменов, патриархов. Еще вчера они молились вместе со всеми, и вдруг в том месте стена оказалась проломленной. Без нападения врагов они вводили в этот пролом, в дьявольский плен ни одного и ни двух, а девять десятых. В Константинополе оставалась одна домовая церковь у православных. Стена была разбросана по кирпичику, чтобы воздвигнуть стены Иерусалима. Иерусалим означает священный мир. И у нас здесь нужда. Нам нужны пастыри, которые любили бы паству. Сегодня главная беда, что они не любят ее. Они считают, что их должность заключается в том, чтобы править точно по книгам богослужения. Добраться до Бога по законному пути. Если не так слово сказал, то какая-то компьютерная дверь не откроется, и пропали мы тут. Каждую книгу вовремя открыть, вовремя нужную строчку прочитать. И этому учат четыре года в семинарии. А его нужно было бы учить только одному. Самоотверженности, как у сектантов. Они бросают насиженные места, едут в незнакомое место, захватывают просторы России. В Барнауле один католический священник, и он делает, быть может, больше, чем все наши 200 попов. Он уже 17 приходов своих открыл. В какую бы больницу мы не пришли, а Роман Сала уже тут был, и его слушают. Иезуиты умеют работать для папы. Его учат так, что по-нашему, быть может, четыре университета нужно кончить. У них разрешается все делать, отравить, убить, лишь бы была слава папе. Но у православных этого ничего официально не разрешают, поэтому нужно искать эти кирпичики. Все святые отцы в молитвах своих провозглашали псалтирь на первом месте. Там говорится, Псалом 47, 13. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Какие величественные здания, но они ничего не значат без этой стены. Иеремия 5, 10. Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Да, уничтожьте зубцы их, потому что они не господни. Рав жила в стене и за расположение к избранному Богу народу осталось жить. Стены все были разрушены, а та часть стены, где ее дом был, осталась. Сегодня тревожнейшее положение в семинариях, академиях. Оттуда идут атеисты. Игнатий Бринчанинов осматривал множество монастырей и нашел из сотен монастырей едва ли четыре, где жизнь была, а остальные ради покоя телесного. Это же наше состояние сегодняшнее. У нас есть молодые братья, и если бы они захотели быть священниками, то их нигде не примут нашего покроя, как их называют, Игнатьевского или Потеряевского, как они нас кличут, православные баптисты. Так будет со всеми, если у них на первом месте будет стоять Библия. От нас не воспринимается ничего, но нас просто терпят пока. И мы будем просить их Господа, чтобы Господь изменил климат, изменил эту обстановку, чтобы струнуть вот это мертвое, стоящее на одном месте. А это возможно только тогда, когда мы будем об этом молиться Богу все единодушно. Бог ищет сегодня добровольцев. Пророк Иаир показывает, куда. 3.11 Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Немужественные, слабые, заботящиеся только о своей плоти, они ничего не успевают, если перед ними не стоит великая цель. У героев одна цель – спасти свою душу и прославить Христа на земле. Повторяю, отдельно, одному самому по себе не спастись. Почему Бог и дал гостиницу на земле и поставил там гостиника, и ему заплачено два динария – Ветхие и Новые Заветы. А что потрудишься, потратишь лишнее – получишь, когда я вернусь. Нужно еще в толковании Библии потрудиться. Так истолковывает блаженный Феофилакт. И нам необходимо, чтобы и динарии потрудились, и добавлено к ним было, и гостиница не была разрушена, и чтобы самарянин нашел и привез из раненых в гостиницу. Против стен придуманы специальные стенобитные орудия из древности, как пробить стену. Позже научились делать подкопы и взрывать. 2 Маковейская 12.15 Но бывшие с Иудою, призвав на помощь великого владыку мира, который без стенобитных машин и орудий разрушил Иерихон, во время Иисуса зверски бросились на стену. 1 Маковейская 6.31.67 И сражались много дней, и устроили машины, но те сделали вылазку и сожгли их огнем, и сразились мужественно. Тогда и Симон, и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины. Ни под кого так серьезно и долговременно не подкапывается враг, как под духовных руководителей. Наблюдают тысячи глаз за ним. Когда в толпе человек стоит, то никто не видит, какая у него обувь. Но подними этого депутата на постамент повыше, он перед всеми уже со всеми пятнами до самой подошвы виден. Уже знают, кто у него ночевал, кто его бабушка. Главное, поражу пастыря. Потом овцы рассеются. Их уже не будет. Оценить то, что сегодня есть. Дано далеко не каждому. Если человек понимает эту ситуацию, как сложилось в стране у нас, то есть сегодня люди, которые видят, что пришли не пастыри, а лжепастыри. Даже среди православных, кто держит в руках кадила и требоисполнителем стал, они на самом деле не пастыри и не заботятся об овцах. Деяние 20.30. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Исход 23.22. Вы будете у меня царственным священством и народом святым. Это и женщины, и дети, и все называются священниками. Но одно дело, когда от левицкого колена. Другое, когда от чресел Аарона вообще все. И мы все до единого должны быть священниками. Откровение 1.6. И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Это о нас всех сказано. Царями царствовать над грехом. Римлянам 6.8. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. А безбожники свободны. Отчего же они освободились так легко? Римлянам 6.20. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Мы рабы добрых дел. Не хочу, но в этом месте есть во мне нужда. И я бегу уже среди ночи. Кто-то приехал, кого-то встретить, принять. Некоторые ни в чем не участвуют. Они рабы своей плоти, своего покоя. Почему я должен давать? Почему не мне будут давать? Деяние 20.35. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, что Он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Ни один человек не скажет, почему нельзя воровать. У него много, а у меня нет на ужин даже. Нельзя и все. Доказательств вообще никаких нет. Все в природе построено на воровстве. У курицы воробей и тот из-под носа выхватывает. Лисица ворует. И закона нет в природе человеческой, чтобы любить друг друга. Природа этого не требует. Это требует только внутренний, обновленный дух, освященный благодатью Христовой. И первый подкоп сатана делает, подрывая авторитет пастырей. Ирод арестовал, убил Иакова и увидел, что одобрение народа на его стороне. Деяния 12.2.3 И убил Иакова брата Иоаннова мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Когда брали в советское время попов этих долгогривых, неугодных, различными именами их клеймили и убивали, и народу это нравилось. Народ приветствовал. И избавились от паразитов, от тунеядцев. Может быть, что-то было и правильное в этих словах, но не тебе судить. Бог его еще терпел. Но вот Господь потряс до основания все, и оказалось, что стены негодные, гнилые, и причина одна. Не любили Слово Божие. Свои вымыслы, свои заповеди придумали. Освещают хлеб и называют его святой хлеб, святое причастие. А человек, который стоит рядом, его называют уже святейший. Владыка, благослови, тело Христово просто святое, а человек грешный святейший. И мы как будто совсем слепы и ничего не видим. На каждом же это богослужение. И никто не протестует. Есть слова святой, святее и святейший. Это сверх превосходная степень. Пока ничего не сделайте, приходится молиться, чтобы Бог вмешался. Народу это приятно и стали убивать. Но другой народ молился об этой стене. Петр в переводе камень. Деяние 12.5 Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И все верующие тоже камни. 1 Петра 2.5 И сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Есть также такая загадка. О ком просили, верили, а когда получили, то не поверили. А это о свободе Петра Апостола. Стучит камень в ворота, а ему не отворяют, не верят, что это он. 16 человек охраняли и не устерегли. С двух сторон охранники, к нему тоже с наручниками прикованы. Цепь его к стене приварена, снаружи камера охраняется и тюрьма заперта. Приходилось с верующими разговаривать, верят ли они в это. Оказывается, не все верят в это, верят во все, но чтобы ворота отворились, на это веры не хватает. Отец ходил к сыну, передачку приносил и видел как охраняют тюрьму. И он не поверил написанному, быть этого не может. Церковь молилась об этом камне, который был великой стеною. Быть может, эта высота была недосягаема для многих и Бог услышал. А о некоторых Бог услышал, но сделал по-своему и забрал их. И забрал, потому что, видимо, они мешают уже своим авторитетам, не вмещаются в обыкновенные рамки. Мне уже говорят, почему у вас другие не проповедуют? Отвечаю, я их выталкиваю, а они прячутся. Теперь я становлюсь позади наших глухонемых, в самый дальний угол трапезной, где мы без батюшки ведем богослужение. И тогда народ их вытолкнет, и они разомкнут устав. Ко всем чтецам каждый раз обращаюсь, готовьтесь, знание у вас уже довольно. Когда они совсем не выходят, а сказано последнее Аминь, тогда я и вытискиваюсь на безрыбье и рак рыба. Но Господь всем нам повелевает ощутить великую обязанность священно действие слова донести до людей Евангелие. Римлянам 15-16 Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Священно действие не только в алтарях, но и проповедь, освященная Духом Святым, оживотворяет души слушателей. Проповедь проповедь здесь не можешь сказать, но вот ты поехала к своим и там кому-то сказала, ты уже принесла жертву, потратила время, попытка не пытка, мы не знаем, что из этого получится. 1 Коринфянам 3 7 Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. И когда дьявол делает удар по стене, то это значит в первую очередь поносителям слова проповеди, вестникам слова Божия. Кого схватили? Апостолов. А церковь вся дома, там на передней линии фронта, пока никого нет, воздвигнут гонения только на самых сильных. Дьявол это прекрасно знает. Вначале он пытается идти в лобовую атаку, бьет. Появляются позорящие статьи в газетах, в средствах массовой информации, а люди сразу это ухватывают. О, а мы думали, что вы верующие, а верующие примолкли, а вам как раз и дается время встать на защиту истины. встань в пролом, который уже в стене зияет в том месте, где были взяты в плен учителя ваши. Иезекиля 22.30 Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И когда судили верующих, то большей частью говорили им, судим вас не за веру, а за совращение людей, за то, что отвлекаете их от активной деятельности. Эти люди были активными строителями коммунизма, а вы куда их заволокли? В какое-то болото, посмотрите на кого они стали похожи. Это нам кажется, что мы хорошо одеты стоим, а о нас люди говорят, вот, дошли со своим Богом, с постами, смотреть не на что. Если Господь дал нам сию великую власть осознать, что спасение возможно только по Слову Божию, то какие мы счастливые. Иоанна 12, 48 Отвергающие меня и не принимающие слов моих имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Если нашим братьям Бог вложил это в руки и в сердце, если бы в православной церкви шло служение по-апостольски, то мы могли бы уже сегодня представить нашему епископу несколько человек для рукоположения. Но как подумаешь, какое насилие над нашими братьями там будут утворять, как мороз под кожей пройдет. Первым делом их всех будут насиловать, разучивать, приучать к фарисейству, к обрядоверию и к запрету проповеди чисто по Слову Божию. Запрет встречаться со мной, это уж сверх обязательно. Наш народ, тем более наши братья там вверху считаются порочными, зараженными сектантским духом. Какое там Евангелие? Дали тебе крышку Евангелия поцеловать, вот и радуйся. Сегодня есть политическая партия, которая ставит задачу поддерживать православие и бороться до смерти с христианством. Так и пишут прямо в одном предложении Бога державе. И этой партия в основном увлечены начальствующие. Я видел у них на столе в администрации эти их пленки. Но неужели непонятно, что православие и христианство сегодня пошли в разные стороны? Даже люди не церковные уже это понимают, а церковники пытаются обманывать народ и говорить, что они точно по слову Божию все делают. Всем нужна великая Россия, чтобы ее уважали и боялись. Где мы нашли это, чтобы христиан боялись язычники? Где это написано? Апостол Павел как будто и не видел, что страна его иудея была под римской пятой. Он заботился только об одном, чтобы найти рабов праведности, а люди остальные рабы греха. И то, что ты сделал, когда был неверующий, сегодня даже стыдно вспомнить. Ефесянам 5.12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Римлянам 6.21 Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. 1 Коринфянам 7.23 Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков. За нас умер Христос, ты скажешь «Я ничего не знаю». Как ты не знаешь? Ты слышал это, что за тебя Христос умер, что Он тебя любит. Если ссылаешься на нехватку свободного времени, то Бог отнимет и то, что имеешь. Все останется и пройдет мимо. Премудрость Соломона 5.9.14 Все это прошло как тень и как молва быстротечная, ибо надежда нечестивого исчезает как прах, уносимый ветром, и как тонкие инии, разносимые бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит как память об однодневном гости. Вот почему священство сегодня нуждается в особой защите. Иоанн Златоуст в свое время говорил, большая часть священников погибает. Это ужасно. Если есть десять священников в храме, то согласно слов святителя, минимум шесть будут сидеть в огне. И это не на один день, а навсегда. Господь говорит, пастыри отпали от меня. Иеремия 2.8 Пастыри сделались бессмысленны. 10.21 множество пастырей испортили виноградник. 12.10 А они хвалятся ризами, дипломами, митрами. И видели бедственнейшее положение этих пастырей только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. И цитата «Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же их будут стоять далеко от меня». Серафим простирал к Богу руки, чтобы Бог как-то жалился над пастырями, но ответ от Господа ужасен, что Он погубит их. А они ходили, тщеславились, руки им целовали в этот день, и никто не хотел прислушаться к голосу Духа Святого, как Он предупредил их об их гибели. Как будто ни одного священника в России уже не оставалось. Вымыслы человеческие поставили на первое место. Священники своими руками разрушили стены Иерусалима. Такой трагедии не знала ни одна церковь. Произошла ужасная подмена и вместо истины подложили суррогат сергиевских деклараций. Отстояли и пошли. А сердце как камень. Не проникло в него Слово Божие. Филиппийцам 4.6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Наша община или возникла на 2000 лет позже или слишком рано пока еще нет гонений. Поэтому над нами наши инаковерующие глумятся. Мы же показали, что попытаться можно повернуться лицом к апостольским временам любви к служению в Духе Святом. Корабль церковный дал большой крен на левую сторону. Нет ныне обличительного гласа. Пророческое вдохновение исчезло. Стоит патриарх вместе с безбожниками, ограбившими людей, с этой антинародной властью и ни звука, ни слова в защиту истины. Зачем же такой патриарх нужен? Зачем эта фигура в куколе и жезлом наводит тоской обмана рядом с масонами? Знаются со всеми эритиками и встречаются не для свидетельства им об истине, как они обычно оправдываются, но лезут туда потому, что рабы греха. Их туда масоны затолкали за подачки. Лука 18, 8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле? Можно же было бы и ответить, конечно же, Господи, найдешь и даже много вер будет. Мы все твое учение доведем до совершенства. Мы создадим академию, разовьем до совершенства то, что ты нам сейчас говоришь наедине. Это истина. Тобой сказанное будет идти по статусу сказанного в потаенной комнате, а то, что мы накуролесим, это будет возвещено с кровли. Лука 12, посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Цитата. Много будет верующих, храмы будут блистать. Храмы да, будут, но святые уже тогда предсказывали, что в эти золоченые храмы хорить будет нельзя. Люди будут искать своего. Михея 2, 11, если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Сегодняшнее евангельское чтение как раз об этом и говорит, что гонение нам обеспечено. Иоанна 15, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Иоанна 15, 19, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если сегодня правители сами так любят, льнут уже не к голенищу тирана, но к золоченым патриаршем ризам, а сами притом не меняются, так и остаются грабителями и разбойниками, лжецами или цедеями. И на возгласе обоглашенных их не выводят, они как бы признанные верными, стоят на литургии верных в храме. Значит обмерщение церкви достигает своей зрелости. Подумайте, какого качества тогда это золото и эта стена, если любой разоритель страны, бесстыжий, развратитель, распространитель масонской блевотины свободно стоит на святом месте, и никто к нему не подойдет и не выведет его вон, как Амбросий или Вавила не допускали императоров в храм. Но не видеть этого, значит вообще считать, что ничего не существует, никаких правил, никаких соборов не было, а Евангелие так, оно только украшение для общего антуража. Ты хочешь знать, как это должно происходить? Открывай Слово Божие. Сегодня многое умеют те, которые называются священнослужителями, и как произнести слова, и в каком порядке идет сценическое действие, а главного-то и нет. Где здесь место Духу Святому? Где место любви Божией к Нему и к Его Слову к людям с заморенным духовным голодом? Когда выйдут и стоят в молчании, и эта толпа священников молча скрывается в кадильном дыму, то нас спрашивают, они что у вас, глухонемые? Откроешь любой журнал, там стоят стройно, идут стройно, иногда несколько десятков позлощенных риц, архиереев несколько, и пишется, что как гарант непогрешимости и исключительной важности их собора и синода? С нами присутствовала чудотворная наша хранительница икона такая-то. О Боге и о слове его речи никогда нет. Пусть там и пять икон таких будет, но почему ни разу не написали, что посреди них там возложена Библия, и они за каждым словом обращаются к ней, и решают такие мелочные вопросы, что не знаешь или смеяться, или плакать. Как будто выжившие из ума старички маразматики куздесничают от скукоты монашеской смертной какие-то детское лопотание о наградах, о набедренниках, о крестах с украшениями. А нет меча Божия среди них, нет колодцев с животворящей водой. Иеремии 2.13 Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Почему сразу при начале своего собрания не попросили Господа? Господи, милостивец ты наш, открой наши глаза, чтобы мы увидели, кто мы такие и зачем мы здесь. Мало того, что они еще начнут провозглашать на весь мир, что один из них уже святой, он уже ими признается святым, и его не святым Бог уже никак не может признать, они же его канонизируют. Почему бы не издать указы, запрещающие тратить вот так время и пожирать собранные копейки народные? Такой указ, чтобы содрогалось все, как от слова пророка Иеремии или от послания Иоанна Златоуста от слов отца Григория Петрова. Но если народ доволен, а пастыри это очень тонко чувствуют, то против того народа никогда не пойдут. Они чувствуют настроение этой слепой толпы. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Иеремии 5, 31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? рассказывают, что предметы накапливают в себе, аккумулируют энергетику. Так, в описаниях академика Шипунова его приборы могут на расстоянии найти среди хлама именно тот кирпич, который некогда был в храмовой стене и накопил в себе все эти колокольные звуки, так и сохраняя в себе всю звуковую гамму. Так ли это не знаю, но если так, то в конечном счете мы, представляющие себя кирпичики, издадим нужные звуки пред Богом. Господи, дай нам добрых пастри по слову Твоему, а не по сердцу нашему. Враг расхищает все. Псалом 73, 4. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших. Есть частица «Да» пожелания Иоанна 13, 34 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Чтобы мы знали, что выше этого ничего нет, мне приходилось переписываться с одним известным пастырем, отцом львом. Я написал ему, самый главный ваш грех тот, что вы не любите ни Бога, ни людей. И он тотчас согласился с этим. Иоанна 14, 23. Иисус сказал ему в ответ «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Слово его должно звучать денно и ночно. 2 Тимофея 4, 2. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Когда мы собираемся сюда на моление, то часто ли возникает у нас мысль разобрать непонятное в Слове Божьем? Скажу, что за все лето никто ни разу не обратился. Кто-то из наших лагерных может быть и подойдет а из вас ни один. Что? Все понятно? Да ясно же не потому просто так заведено отстоял и домой к своим свиньям. А почему никто не подходит и не спрашивает? Включите в свои утренние и вечерние молитвы такое прошение. Господи, враг расхищает все. Дети не ваши. Кто из вас сказал лучше отдам детей в безбожную школу, чем здесь учить? Одно это говорит, что вы оккупированы и сдались врагу. Дети это будущее. Псалом 126.3 Вот наследие от Господа дети. Награда от Него плод чрева. Римлянам 8.17. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Дети. Если они будут в безбожной школе, то они для вас потеряны. Пропали. Это совершенно потерянное поколение. И родители, не научающие боговедению, отправляющие детей в безбожную школу, если есть шанс остаться здесь, будут детоубийцами. Возьмите себе в память эти слова Златоуста. Слышал, что многие уже не отдают своих детей в эти богомерзкие школы и учат детей дома, нанимают учителей. Ты оставляешь после себя в детях стены. Это кирпичики, которые нужно обихаживать и вовремя укреплять и скреплять между собой. У нас в лагере мало ваших детей, больше посторонние везут. Что ждут артеки и презирают духовное и знаю, что отдельно детьми никто в деревне не занимается. Главное их накормить. Попозже встанут, напрыгаются, снова накормить. «Возвестите детям о любви Божией» Исайя 38, 19 «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою». 1 Палипоменон 28, 8 «И теперь перед очами всего Израиля собрания Господня и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сей добро землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Иоиль 1 3 5 «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду, оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь пьяницы и плачьте и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших, чтобы знали, что милость у Бога, а без Бога будете трудиться на ветер, у него все, у него ограждение, аминь. и демокрадом. Продолжение следует...